Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня. В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. 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 Перед началом торжественного мероприятия возложили цветы к мемориальной доске бывшему ученику школы Энверу Дряеву, который героически погиб в ходе проведения специальной военной операции. В этом году образовательному учреждению было присвоено его имя. После минуты молчания присутствующие почтили память жертв Бесланской трагедии. Радостные и нарядные школьники ровными рядами заполнили школьный двор. Первоклассников Дмитрия Авлохова и Алану Габьеву вместе с первоучительницей Нуну Хачерова встречали громкими аплодисментами. Директор школы Ирина Дряева поздравила учащихся и педагогов с началом нового учебного года. Всего вам хорошего, благоприятной атмосферы, уютной атмосферы и в школьном коллективе и всем. Чтобы дети нас всегда радовали своими успехами. Благодарных вам учеников. Еще раз спасибо за ваш опыт. Здесь есть все необходимые условия, чтобы получить достойное образование. Капитально строим наш школа, отвечающая всем современным стандартам, квалифицированные педагоги. Председатель парламента выразил уверенность, что сегодняшние первоклассники пополнят ряды достойных выпускников этой школы и станут высококвалифицированными специалистами, которые так нужны молодой республике. Традиционно после торжественной линейки новоиспеченные школьники отправились на свой первый урок. Анжела Кукоева, Арсенгаси, Ватсамас Гоглоев, Патима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Во второй гвардейской школе также прошло мероприятие для новоиспеченных школьников. Первоклассник поздравили представители правительства, депутаты, сами школьники, а также директор школы Ольга Михайлиди. Анна Гаева с подробностями. В День знаний вторая гвардейская средняя школа открыла свои двери для 59 первоклассников. Проведению мероприятия и боевому настрою не помешали даже временные неудобства, связанные со строительством нового учебного корпуса. Улыбки детей, счастливые родители и педагоги безоговорочно стали важной составляющей сегодняшнего праздника. Грызть гранит науки, отдаваться учебе и в перспективе стать лучшей версией себя. Полная отдача учителей и их наставления в будущем станут залогом их светлого будущего. Школьников с началом нового учебного года поздравила директор второй школы Ольга Михайлиди. Я знаю, что у нас сегодня немножко стесненные условия, но причина хорошая, потому что нас всех ждет через год красивая просторная школа. Пусть останется в нашей памяти та трагедия, из-за которой мы сегодня не 1 сентября, а 5 сентября начинаем учебный год. Самое главное, чтобы у нас был мир и чтобы нашим детям никогда ничего и никто не угрожал. От имени председателя правительства Константина Джусоева на торжественной линейке зачитали поздравительный адрес. Представители правительства, депутаты также пожелали им гордо и достойно проносить имя ученика второй гвардейской средней школы. Мирного неба, здоровья и чтобы все они у нас учились на отлично. Заветный первый звонок и приглашение в классы. После торжественной линейки юные школьники в сопровождении 11-ти классников переступили порог школы. В прошлом первоклассники, а сейчас уже полноправные второклассники также поздравили новоиспеченных школьников, к пожеланиям которых присоединились и старшеклассники. Я желаю, чтобы все мои друзья были здоровыми и никогда не болели и получали только пятерки. И чтобы учительцы тоже были здоровыми и счастливыми. Чтобы они учились хорошо, ну и чтобы у них все было нормально, и чтобы они все сделали на отлично и получали пятерки. У первоклассников был мир. Они чтобы никогда не болели и чтобы получали пятерки. Первоклассникам я хочу пожелать хорошего учебного года. Хочу, чтобы каждый день был наполнен счастьем и знаниями. А всем остальным хочу пожелать просто хорошего года, чтобы все было хорошо. Светлое будущее, которое ожидает первоклассник, непременно найдет свое место в их жизнях. Стоит только отдаваться учебе и достигать новых, поставленных высот. Анна Гаева, Замат Кудзеев, информационный выпуск «Сегодня». 16 детишек, еще вчера ходившие в детсад, с сегодняшнего дня будут учиться в Знаурской поселковой школе. На торжественной линейке их поздравил глава районной администрации Алан Губозов, а также вручил всем первоклассникам Знаурского района полезные подарки для учебы. Поддержать детишек в этот важный для них день пришла даже няня из детского сада. В Мугусской районной школе также с радостью поприветствовали семерых новых учеников. Такое количество новоприбывших здесь впервые за 15 лет, что не может не радовать. Подробнее о сегодняшних мероприятиях в школах Знаурского района расскажет Алена Оттаева. В Знаурской поселковой школе в этом году 16 первоклассник. Для них этот день значимый. Первый раз они переступили порог школы, которая для них станет вторым домом. На лицах первоклассник можно было увидеть растерянность, слезы, улыбку. В этот значимый день первоклассник в мир знаний проводили не только родители. Детишек пришла поддержать няня с детского сада Роза Габаташвили. Минутой молчания собравшиеся почтили память жертв в исландской трагедии. Директор школы Мая Келихсаева поздравила учащихся с новым учебным годом. Пожелала им прежде всего здоровья и хорошей учебы. У нас всегда полны любознательности, заинтересованности, стремления, познания. Отличной учебы вам. Успехов во всех ваших начинаниях. Полюбуйтесь на меня, очень стильные боли я. Я сегодня рано встала, все семейство я достала. То причесок поменяла, но зато красоткой стала. На торжественной линейке присутствовали и гости, представители МЧС республики. Много напутственных слов было сказано в адрес учащихся и преподавателей. Глава администрации из Наурского района Алан Губозов поздравил преподавателей и учащихся и вручил первоклассникам школьные принадлежности. В этом году в Мугутской школе впервые за последние 15 лет семь первоклашек, что не может не радовать руководство и педколлектив школы. Первоклашки читали стихотворения, приветствовали своего первого учителя. Директор Мугутской средней школы Георгий Габараев отметил, что основная часть первоклашек – дети российских военнослужащих. Это уже шаг вперед. Шаг вперед. Значит, жизнь не кончается в нашем селе. Школа сохраняется. И дай Бог, чтобы этот учебник был успешным и для первоклассников, и для всех. Учащиеся отметили, что хорошо отдохнули и теперь готовы получить новые знания. И, конечно, рады своим одноклассникам. Всего здесь учащихся 22. В школе имеются все условия для успешного учебного процесса. В нынешнем учебном году в первые классы школ Дзаусского района пошли 55 детей. Сегодня в районных школах прошли торжественные линейки. Школьников с новым учебным годом поздравили глава администрации Дзаусского района Ванда Тибилова, председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Атсамас Кабисов, родители школьников и учителя. Красивые и нарядные первоклассники Дзаусской средней школы стояли на торжественной линейке и слушали слова на путстве и пожелания счастливой дороги в мир знаний. Я хочу пожелать вам всем огромных успехов в вашей учебе. Особенно благодарность я хочу сказать вашим дорогим детям. С праздником присутствующих поздравил бывший директор Дзаусской средней школы Алан Санакоев, который поблагодарил теперь уже бывший коллектив за годы плодотворной работы и представил нового директора Санакоеву Альбину Александровну и завуча Кукоеву Галину Юрьевну. От имени администрации всем первоклассникам района были вручены подарки. И вот прозвенел первый звонок, который дал сигнал новому успешному учебному году. Эльвира Тибилова, Лариса Бетреева, Лали Кудойва. Информационный выпуск сегодня. Праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года, прошло и в Цунаре. Как и во всех остальных школах, уделили внимание бесланской трагедии, почти в память жертв теракта минутой молчания. Всего в Цунарская школа приняла пять новых учеников, готовых и желающих учиться и покорять новые вершины на своем пути. В начале мероприятия присутствующие почтили минутой молчания жертв бесланской трагедии. Вспомнили о тех страшных событиях, которые навсегда останутся в памяти народа. 20 лет назад в Беслане в одночасье богатство солнца. Праздник знаний и детства, мира, добра, нелюди превратили в жестокую трагедию. Школьники запустили в небо белые воздушные шары, символизирующие единство и скорбь, которое все эти годы живет в сердце каждого. С волнением и трепетом впервые порог Хитагуровской школы сегодня переступили пять первоклассников. Их искренние выступления наполнили атмосферу теплом и надеждой на будущее. В этот момент каждый мог увидеть, как растут и развиваются новые поколения, готовые к учебе и открытиям. Директор школы поздравила присутствующих с началом учебного года. И отметила важность образования в жизни каждого дебенка. И выразила уверенность в том, что школа станет местом, где будут заложены основы для будущих успехов. Директор призвала всех учеников быть активными, любознательными и не бояться ставить перед собой высокие цели. Школьников поздравили депутаты и члены правительства. Школьники окружились в танце, радуясь новым возможностям и празднику знаний. Этот день стал символом нового старта, наполненного надеждой и стремлением к знаниям. Лена Газаева, Рина Акмедуев, информационный выпуск сегодня. Алан Гаглоев сегодня поздравил тот раз Акукаева с юбилеем. Заслуженному деятелю искусств Республики Южной Осетии, тот раз Акукаеву, исполнилось 80 лет. В поздравительном послании, в частности, говорится. Уважаемый тот раз Аврамович, ваши заслуги перед родным народом, культурой и литературой признаны и удостойны высоких государственных наград. Но уверен, главной наградой для вас является огромное уважение и любовь нескольких поколений, благодарных читателей. Разделяя радость вашего торжества, хочу пожелать вам, уважаемый тот раз Аврамович, крепкого здоровья, долголетия и успешной реализации намеченных планов. Любители видеосъемки могут поучаствовать в конкурсе «Цхинвал мой город». Приуроченный ко дню Республики конкурс организован Комитетом информации и печати. Победители же, как сообщается, получат денежные призы. Внимание! Видеоработы принимаются до 16 сентября, поэтому желающим показать свой талант следует поскорее протереть свои камеры и начинать творить. Комитет информации и печати объявляет конкурс на лучшее видео под названием «Цхинвал мой город». Видеоролик должен содержать виды, пейзажи, объекты культуры столицы Южной Осетии на усмотрение участника. Конкурс приурочен ко дню Республики 20 сентября. Конкурс на лучшее видеоролик называется «Цхинвал мой город». Участвовать в нем могут люди без возрастных ограничений, от 16 лет и старше. То есть это могут быть как старшепластники и студенты, так и все желающие, кто обладает базовыми навыками видеосъемки и техническими какими-то знаниями. В технических требованиях мы перечисляем продолжительность, ролика какая должна быть там, по-моему, до двух минут, частота кадров, разрешение видео. Ну и, конечно же, в наше пожелание входит, чтобы люди не использовали чужие кадры, ранее бывшие уже опубликованные. Оценивать лучшие видеоролики будет компетентное жюри. Победители будут поощрены денежными премиями. По словам Марии Кутаевой, в этой сфере много талантливых людей, поэтому ожидается большое количество участников. Конкурс проводится первый раз, но его планируют сделать ежегодным. У нас очень большая просьба ко всем неравнодушным жителям нашей республики снимать красивые кадры нашего города, объекты культуры. То есть приветствуется ваша фантазия, ваш подход. Ну и работы победителей, они потом, позднее будут опубликованы и на наших информационных ресурсах. Поэтому всем удачи. Я считаю, что это очень интересный проект, очень интересный конкурс. Награждение победителей пройдет в здании Комитета информации и печати 18 сентября. Конкурсные видеоработы принимаются до 16 сентября текущего года. Видеоролик необходимо представить в Комитет информации и печати по адресу город Схинвал, улица Владимира Путина, 7. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Аида Кочиева. Информационный выпуск. Сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра переменная облачность и дожди. В Знаурском районе плюс 25, ночью плюс 18. В Заурском районе днем плюс 24, ночью плюс 15. В городе Квайсе днем плюс 20, ночью плюс 14. В Ленингорском районе днем плюс 25, ночью плюс 17. В Схинвале днем плюс 25, ночью плюс 18. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok